Всем привет! Меня зовут Катя. Я сейчас нахожусь в замечательном городе Вене, в моем общежитии. Я хотела бы рассказать о том, как я, собственно, сюда попала, весь мой тернистый путь к этому. Я, наверное, уже со средней школы начала думать о том, что я буду учиться за границей. Я учила немецкий язык со второго класса, поэтому рассматривали в первую очередь Германию. Но с Германией не получилось, потому что там я бы не попала по срокам. То есть хотела поступать только сразу после школы, не учиться в России. А в Германию нужно было подавать все документы до 31 мая, ну, соответственно, я не успевала с аттестатом. Мы очень долго сомневались, что же делать, потом просто как-то решили, есть же еще одна страна, в которой говорят по-немецки, это Австрия. Мы просто набрали в интернете обучение в Австрии и наткнулись на фирму Education & Vienna. Сначала очень было странно и непонятно, почему такая низкая цена. Мы подумали, ну, может быть, что-то такое не так. Но потом связались, поняли, что люди очень компетентные, что все нам сделают, все документы будут поддерживать. И вот, наверное, после полугода сбора документов, визы, аттестат, все-все-все, я наконец-то сижу здесь. У меня наконец-то есть ВНЖ, я поступила в университет. Изначально поступала на две специальности, на экономику и юриспруденцию, но с экономикой, к сожалению, не очень получилось. Поэтому, ну, я не расстроилась и решила, что юриспруденция — это мое. Так что теперь я зачислена на факультет права в Венский университет, который находится в 10 минутах на метро от моего общежития, что очень удобно. Сейчас я буквально через две недели начну уже там, собственно, обучение. В Вене я живу уже 4 месяца. В это время я ходила на курсы при университете. Там я за один семестр закончила курс английского истории. Вот, буквально на прошлой неделе успешно сдала экзамены. Теперь я свободно могу уже с марта начать учиться очно в университете. А в моем приглашении в университет еще стоял экзамен по немецкому, но поскольку у меня уже из дома был сертификат тест-дав, я просто отнесла его в университет, и мне зачли это как экзамен. Весь мой путь я проделала вместе с компанией Education in Vienna. Все очень было схвачено всегда, очень быстро и оперативно. То есть, например, визу я получила уже в декабре, и буквально через пару недель я уже получила карточку ВНЖ. То же самое с курсами, с походами в магистрат, в университет. Везде я сопровождал свой человек, ты всегда мог задать ему вопрос. Если не знаете немецкий, то это тоже очень удобно, потому что всегда могут что-то перевести, подсказать. С языком было поначалу не очень комфортно. Естественно, словарный запас, ты не можешь просто его изучить в школе или на курсах. Но я могу сказать от себя то, что месяц, прожитый в Вене, заменяет 10 лет изучения языка в школе. То есть не надо пугаться, что вы ничего не будете понимать, потому что просто приехав сюда, вы погрузитесь в языковую среду, и просто через пару месяцев уже будете нормально разговаривать. Так что не бойтесь, поступайте за границу, если это ваша мечта, и обращайтесь в компанию Education in Vienna, потому что здесь вас ждут специалисты, которые вам помогут. Как я уже говорила, я очень довольна своим общежитием. Оно находится практически в центре города, и, как я уже говорила, в 10 минутах университета. Здесь очень хорошая инфраструктура, парк, парк аттракционов, и само общежитие очень новое, построено только... Буквально закончилась стройка в октябре, я приехала в ноябре. Я живу в комнате одна, у меня есть все удобства, и до меня в этой комнате, слава богу, никто не жил. Поэтому мне все очень нравится. Конечно, цена соответствующая, но все равно по сравнению с квартирой в Москве это вот так вот. Так что мне это общежитие подобрала компания, я этим очень довольна. Я не маялась ни с составлениями договоров, ни с подписаниями, просто раз и все, приехала, меня тут встретили, зарегистрировали. Так что я очень довольна. Вена замечательный город, мне очень нравится здесь жить. Он очень такой европейский, спокойный. И здесь ты не боишься выходить вечером на улицу, идти с друзьями куда-нибудь. Многие думают, что он скучный, но я могу сказать, что это не так. Просто нужно знать места, где ты себя можешь развлечь. И здесь можно посещать как культурные места, так и клубы, рестораны, бары. В общем, всегда есть чем заняться. Вот, я уже за 4 месяца очень полюбила этот город. Я считаю, что это мой второй дом. Так что не волнуйтесь, не беспокойтесь, не бойтесь, приезжайте в Вену. Я буду готова поделиться своими положительными впечатлениями. Буду рада новым знакомствам. Жду вас в Вене. Субтитры создавал DimaTorzok